Дорогие студенты, добрый день! Мы продолжаем с вами курс лекций по геологии России и продолжаем рассматривать структурные элементы Урала-Монгольского складчатого пояса, который, как вы должны помнить, сформировался на территории Палеоазиатского океана. Сегодняшняя же наша лекция будет посвящена другой структуре, которая носит название Казахстанского Нагорья или казахстанского горно-складчатого калидонско-герцинского сооружения. Эта тематика тоже непростая. Ее содержание, ее строение будет иметь много отличий от предшествующей структуры, которые, может быть, сразу будет нелегко понять. Но, тем не менее, мы постараемся это сделать. Наша сегодняшняя тема – это калидонско-герцинская область Казахского Нагорья. Ну, как обычно, пейзажи, которые характерны для той области, которую мы с вами рассматриваем. Вы видите здесь пейзаж. Это, безусловно, пейзаж именно Казахского Нагорья и никак уж не Северного Тяньшани. Но Северный Тяньшань нам будет встречаться постоянно, потому что в своем развитии он тесно связан с историей развития Казахского Нагорья. Однако Тяньшань в целом мы будем рассматривать уже на следующей лекции. Ну, и здесь вы видите, что это, в общем, такой типично равнинный рельеф. Это такое, как бы, приподнятое плато с довольно выровненным рельефом, который пересекается грядами мелкособщника, довольно невысокими грядами. И встречаются более высокие такие горные сооружения, которые достигают тысячи, а иногда даже тысячи пятисот метров, как, например, Чингистау и Каркалинские горы, располагающиеся на востоке Казахстана, восточнее Караганды. Фото сделано сотрудником казахстанской экспедиции, ныне работающим в Гине. Когда-то на нашей кафедре была огромная, можно сказать, экспедиция, прямо целый штат, который, наверное, был по числу сотрудников больше, чем наша кафедра. Это была казахстанская экспедиция, которая проводила там на протяжении очень долгих лет геологическую съемку. Но первое, что мы обычно с вами делаем, это мы смотрим, а чем же, собственно, ограничена та структура, которую мы с вами должны рассмотреть. Надо сказать, что Казахстан расположен в окружении структур, которые относятся во многом к западно-сибирской платформе. Такая граница есть на крайнем востоке платформы и северо-востоке. На западе эта структура граничит со структурой, связывающей западно-сибирскую платформу северо-туранской, это Тургайский прогиб. Мы уже его упоминали с вами, когда рассматривали горно-складчатое сооружение Урала. А вот эти структуры — это, в общем, структуры, разделяющие между собой Тяньшань и горно-складчатое сооружение Казахстана. На крайнем востоке структура Казахстана граничит со структурой, самым западным структурным элементом Алтая-Саянской складчатой области. Эта структура носит название Иртыш-Зайсанской-Герцинской зоны, А вот эта аббревиатура — это Алтая-Саянская складчатая область. На юго-востоке и на юге к структуре Казахстана примыкают структуры северных дуг Тяньшаня, который делится на три зоны — северный, срединный и южный Тяньшань, но непосредственно с Казахстаном граничит дуги северного Тяньшаня. Особенностью Казахстана является еще то, что на его территории располагаются структуры, которые носят название «бесточных впадин». Это такие большие структурные элементы, вот они здесь таким черным крестиком помечены, Тенгизская впадина, Джесказганская впадина и Болхашская и Алакольская впадины. Они, как вы видите, распросаны по всей территории этой, структуры. А называются эти впадины бесточными, потому что они не имеют стока, из них не вытекают какие-либо водные потоки. Но постоянные или временные потоки внутрь себя эти структуры могут принимать, поэтому на территории некоторых из них расположены небольшие озера разного размера. Таких впадин несколько, как вы видите. Все те, которые помечены крестиком, относятся именно к структуре Казахстана. А вот чуйская впадина, она расположена как бы на стыке и разделяет между собой тянь-шань и структуры Казахстана. Ну, как обычно, мы начнем с рассмотрения основных структурных элементов той складчатой системы, которую мы с вами изучаем в данный конкретный момент. Вот из учебника Корановского 2011 года Николая Владимировича Корановского вы видите приведенную структурную схему. У него все картинки в таких очень ярких цветах, прямо как из детского какого-нибудь альбома. Но зато все очень хорошо видно. Здесь индексами показан возраст основных толщ, а на карте показаны основные структурные элементы, которые на этой территории выделяются. Вы видите, что все это покрашено достаточно разными цветами, и это говорит о том, что структуры эти принадлежат к разным крупным структурно-фациальным зонам. Вот если мы с вами посмотрим на северную, крайнюю северную и западную части, то мы увидим с вами, что здесь присутствуют выступы древних массивов, которые помечены такими вот фиолетовыми тамнами. И вы видите, что сложены они архейско-протерозойскими породами. Сюда входит Кокчетавский массив и массив Шацкого, помеченные цифрами 1 и 2. Сюда входит массив Улутау, расположенный на окраине западе структуры, который имеет выступ фундамента на поверхность и части, перекрытые осадочным чехлом. Сюда же входят помеченные цифрами 4 октаументинский массив, как вы видите, он таким же цветом показан, и совсем уже маленький акбастауский. Вот это выступы древних массивов. Если мы посмотрим с вами на геологическую карту, то здесь они уже хорошо читаются, потому что мы видим, что это все массивы, показанные цветами докембрия. Вот он Кокчетавский массив, вот он массив Улутау, это массив Шацкого, располагающийся на крайнем северо-востоке Кокчетавского массива. Вот у вас массив Акбастауский, и вот у вас массив, который носит название Акбастауский массив, а это массив, который носит название Актаумаентинского. Вот видите, они очень хорошо видны. Отличаются от тех зон, которые их разделяют. А какие же зоны, собственно, их разделяют? Это прогибы, которые сформировались при формировании распада древней континентальной коры. Они представляют собой впадины или синклинории, которые покрашены уже палеозойскими цветами на геологической карте. Это Калмыкульский синклинорий, располагающийся на юго- или на западной окраине Кокчетавского массива. Это структуры Байконурского синклинория, который расположен к западу от Улутауского массива и лежит как бы на его фундаменте. И это еще прогибы, которые сформировались уже в более позднее время. Это степнякский синклинорий. Вот эта часть, которая не совсем принадлежит этой зоне, потому что он, как вы видите, находится на стыке с зоной, располагающейся к востоку и юго-востоку от той зоны, которую мы с вами рассматриваем. Вот эти те прогибы или те синклинории, которые располагаются на территории этой части Казахстана. Тут еще маленький марьевский синклинорий, он перекрыт, вернее, чехлом, который лежит частично на структуре Казахстана, частично на структуре западно-сибирской платформы. Вот такое строение имеют структурные элементы, расположенные на западной и северной частях Казахстана. А вот восточная зона Казахстана построена по-другому. Там нет таких крупных изометричных форм, даже крупных и мелких, как, например, Акбастауский или Актаумаентинский, они не очень большие. Здесь это узкие, вытянутые антиклинорные зоны или, как их называют, еще антиформы. Это структуры, расположенные к юго-востоку или к югу от степнякского синклинория. Вот вы здесь видите Ерминтаусскую зону, где расположено несколько вытянутых антиклинориев и синклинориев. Вы здесь видите структуру Большикульского, Ширдартинского синклинория и Большикульского синклинория. Наибольшую площадь в этой зоне, расположенной к востоку и юго-востоку от предшествующей, вот степнякский синклинория, он как бы и туда, и туда принадлежит. Эта зона носит название Чингистер-Богатайской зоны и протягивается далеко на юг вдоль всей структуры Казахстанского Нагорья. Надо сказать, что когда мы смотрим на геологическую карту, то мы видим сразу с вами структуры впадин, которые на этой территории располагаются. Мы о них уже с вами говорили. Развиваются они на протяжении очень длительного промежутка времени. Закладываются они еще в палеозои, но, как вы видите, по большей части они перекрыты совсем молодыми каинозойскими отложениями. Внутри этих зон есть и более мелкие впадины, но мы на них остановимся, когда будем рассматривать геологическое строение Казахстана. Обе эти структуры, о которых мы с вами говорили, отделяются от структур, лежащих к югу от них, и которые относятся к структуре, уже лежащей южнее Балхаш-Илийской зоны, имеющей герцинский возраст. Все, о чем мы говорили, это все каледониды. Правда, каледониды разного возраста. Вот это так называемый дебонский вулканический пояс. Вы видите, это такая дуга, которая окаймляет и одну зону, располагающуюся на северной и на западной окраине, и другую зону, располагающуюся на востоке и юго-востоке Казахстана. А Балхаш-Илийская зона, она как бы лежит внутри него. Первые две зоны, лежащие к северу от дебонского вулканического пояса, они представляют собой структуры каледонского возраста. Структуры, лежащие внутри него, это герциниды, но герциниды разного возраста, раннего и более позднего герцинского возрастов. Вот здесь вы видите тектоническую карту, которая показывает нам схему центрального Казахстана. Она здесь очень обобщенная, но зато она дает нам хорошее представление о том, как построена структура Казахстана. И это очень важно для того, чтобы в конце лекции вы смогли понять, как же все-таки Казахстан формировался. Вы видите здесь покрашенные серыми и фиолетовыми тонами структуры. Каледонид – это каледониды ранние, серым показаны выступы, фиолетовым показаны впадины. Это структуры, примыкающие к структурам Казахстана, северной Тяньшань и Каратау. А вот это поздние каледониды. И вот это Девонский вулканический пояс. Вот он, видите, таким крапом показан, который разделяет каледониды от герцинских структур. При этом вы видите, что местами этот Девонский пояс имеет почти непрерывную протяженность. Он широкий и практически тянется вдоль всей структуры каледонид. А уже вот здесь, на юго-востоке, он имеет такое прерывистое строение, и частично его структуры здесь уже отсутствуют. Внутренняя часть, которая относится к структурам герцинского возраста, также окаймлена в центральной части, очень похожим на Девонский вулканический пояс, с вулканическим поясом более молодого возраста. Это уже позднепалеозойские вулканогенные породы, которые разделяют между собою ранние и поздние герциниды и уходят под чехол впадин, которые наложены на эту структуру. Значит, в Балхаш-Илийской складчатой зоне выделяются, как вы видите, уже структурные элементы, которые, во-первых, сложены ранние герцинскими комплексами. Их состав и строение мы рассмотрим в более позднее время. Это коричневым цветом на схеме Николая Владимировича Корановского показан Балхаш-Илийский вулканический пояс. Вы видите, что он тоже имеет такую, как бы сказать, прерывистую структуру, а это уже более молодые структуры, которые имеют поздний герцинский возраст. Таким образом, несмотря на территориально более мелкую структуру Балхаш-Илийского пояса, тем не менее, по разнообразию структуры он не отличается от Калидонской, тоже достаточно разнообразной. Но вот здесь вы видите Девонский вулканический пояс, он показан цифрой 19. Вы видите, местами он уходит под чехол, но из-под чехла он выглядывает. И видно, что вот в этих участках, в северном и западном, он практически непрерывен. Здесь мы тоже его видим, но он появляется местами, а вот уже на крайнем юге он скрыт под более молодыми отложениями. Но, во всяком случае, его протяженность прослеживается на тектонической и на геологической карте достаточно хорошо. А Балхаш-Илийский пояс на такие отдельные впадины распадается. Вот здесь он почти сплошной, здесь это отделенная немножко впадина, и он, конечно, гораздо более по своей протяженности занимает меньшую территорию, чем Девонский вулканический пояс. Здесь вы видите устройство Джунгара Балхашской области, видите здесь Девонский вулканический пояс, который идет по краю, окаймляя Балхаш-Илийскую зону. И видите внутри вот этот Балхаш-Илийский вулканический пояс, который занимает территорию менее протяженную, но по площади может быть даже сравнимую с Девонским вулканическим поясом, потому что мы видим его выходы на севере от озера Балхаш и к югу от него. Там тоже выделяется целая серия антиклинориев и синклинориев, которые, в общем, прослеживаются, некоторые из них достаточно хорошо, а некоторые увидеть довольно сложно, потому что они при столкновении Балхаш-Илийской и Калидонских зон превратились в такие зоны смятия, которые расположены вот в этой вот самой северной части, южнее Девонского вулканического пояса, но севернее Балхаш-Илийского. Это целая серия синклинориев и антиклинориев, относящаяся к так называемой Спасской зоне. Здесь Спасский антиклинорий, Тектурмасский антиклинорий, Атасуйский, Актаумаентинский, он принадлежит к Калидонидам, но после столкновения был надвинут и попал внутрь вот этой вот зоны, уже более молодой Герцинской. Ну и на юге это структуры джунгарского Алатао, которые прилежат к Колокольской впадине, уходя под ее чехол. Ну теперь вот после того, как мы рассмотрели тектоническое строение Казахского Нагорья, мы давайте разберемся в том, как же эти структуры построены, чем они, собственно, сложены, а потом попробуем разобраться в том, как же сформировалась такая сложная, как вы видите, резко отличная от Урала, которая имеет такую меридиональную протяженность, мозаичную структуру Казахского Нагорья. Ну, первое, что мы рассмотрим, это северная и западная зоны Казахского Нагорья. Вы помните, только сейчас мы об этом с вами говорили, что на этой территории очень много выступов древней коры континентального типа, представленной древними массивами, которые мы только что с вами разбирали, как Читавский, Улутаусский, Актаумаентинский, Акбастаусский и другие. Надо сказать, что это массивы, которые, во-первых, содержат в своем составе очень древние породы с возрастом от 2,6 до 2,4 миллиардов лет. Но все эти массивы пережили тектоническую активацию в позднем протерозое. В это время сформировались рифтовые впадины, которые были заполнены осадочными и вулканическими породами. Это были так называемые бимодальные вулканиты и, кроме того, карбонатные и карбонатно-теригенные отложения, то есть это что-то типа песчано-глинистых комплексов типа флиша и карбонатные отложения типа строматолитовых известняков, подобно башкирскому антиклинорию на Урале. Складчатость, которую эти массивы испытали, окончательная, это 1,1-1,0 миллиардов лет, то есть это уже относительно молодые гренвильские структуры. Что такое бимодальные вулканиты? Это комплекс, который состоит из базальтов повышенной щелочности и структур, которые мы относим уже к более кислым разностям, это реолиты. Они характерны для определенных геодинамических обстановок. Как правило, это блоки континентальной коры, которые подлежат вторичной активации, рифтогенезу. И вот именно в таких континентальных рифтах накапливаются комплексы вот этих вот бимодальных вулканитов. То есть они помогают нам восстановить палеодинамическую обстановку. Сформировались эти массивы на раздробленном основании массива Казахстана, который отделял Палеоуральский океан, о котором мы с вами говорили, когда рассматривали горно-складчатую структуру Урала, от основной части Палеоазиатского океана. После того, как произошло дробление и дополнительная геренвильская складчатость в этих массивах, между ними при их распаде возникло несколько прогибов, которые заполнялись уже более молодыми отложениями. Но это был конец рифея, присутствие их рифея не везде обнаружено. Но кроме того, все они заполнили вендом и кембрием. Это хорошо видно на геологической карте. Если вы вспомните, когда мы рассматривали геологическую карту, то все они были показаны такими цветами раннего Палеозоя. Видите, вот Калмыкульский синклинорий, Байконурский синклинорий. И на впадинах Актаумаэтинского и Акбастаусского синклинория мы тоже видим раннепалеозойские отложения. Они более мелкие, на них разглядеть это труднее. Эти структуры испытали растяжение довольно сильное. И в ряде случаев проразрыв вот этих распад континентальной коры приводил к тому, что прогибы закладывались на коре океанического типа. Поэтому там внутри них есть толщи базальтов, доцитов и реолитов, иногда очень мощные, до 5 километров. Затем следуют осадочно-кремнистые, карбонатные и терегенные формации венда раннего Ордовика. Это такая сложная осадочная система, напоминающая ископаемые турбедиты, кремнистотиригенного, а местами более мелководного кремнистокарбонатного состава. И завершается все это формированием флиша с примеси вулканитов. И в конце Ордовика происходит складчатость, которая называется Токонской, если вы помните фазу складчатости. И формируется самая вот эта вот северо-западная часть Казахстана, которая имеет свой режим развития. она сформировалась на раздробленном основании материка Казахстана. В ряде случаев внутри вот этих древних блоков континентальной коры имеются орогенные комплексы, мелкие, заполненные континентальными отложениями, которые можно рассматривать как мелкие межгорные впадины. Но сейчас это все, как я уже говорила, горы невысокие. Так сформировалась северная и западная часть Казахстанского Нагорья, которая представляет собой раннюю Калидонскую или Токонскую горно-складчатую систему. К ней примыкает восточная зона Калидонид. Это тоже Калидониды, но имели они совсем другой режим развития. И, кроме того, складчатость там произошла позже, чем в уже рассмотренной нами зоне. Эту зону обычно для простоты так объединяют часто, хотя, в общем, север и юг этой зоны развивались существенно по-разному. Это так называемая Чингистер-Богатайская зона, относящаяся к поздним Калидонидам. Как я уже говорила, на ее севере располагается зона, которую часто называют Ерминтаусские структуры. Это вот эта часть. Потому что здесь расположена целая серия очень длинных таких и узких структур вытянутых, которые представляют собой чередование антиклинориев и разделяющих их узких падин. Это степнякский синклинорий, который с одной стороны лежит на погруженном основании Кокчетавского массива, а вот его самая юго-восточная часть уже развивалась под влиянием располагающегося здесь фрагмента океана палеоазиатского, который еще здесь не был закрыт и закрылся позже. Здесь вот эта зона так называемых ерминтаусских прогибов, среди которых выделяется ерминтаусская зона, затем зона, которая называется шидертинской зоной, затем зона, которая называется бощикульской зоной и баянаульской зоной. Вот это бощикульская, это баянаульская зона. И дальше это идет все, что относится уже непосредственно к чингисской зоне. Она длинная, вытянутая и гораздо более широкая и имеет очень сложное строение, не менее сложное, чем перечисленные выше зоны. Здесь в большинстве своем на поверхность выходят кембрийские и ранее ордовикские глубоководные отложения, сформировавшиеся на коре океанического типа. Поэтому здесь мы встречаем много талитовых базальтов, встречаем породы островодужной ассоциации, то есть островодужные вулканиты. В ассоциации с ними встречаются кое-где структуры дайкового комплекса, также относящиеся к океанической коре. И со всем этим вместе присутствуют, конечно, осадочные толщи, которые засыпают эти фрагменты, присутствующие здесь, как правило, в виде надвиговых пластин, это кремнистатириген нагреваковый флиш, который ассоциируется с этими интересными комплексами коры океанического типа. Особенно сложная структура в чингисской зоне. Она большая, и там мы имеем дело с такими буквально просто иногда россыпями, если их так можно назвать, серпентинитового меланжа с фрагментами отдельных пород океанической коры и, кроме того, осадочных отложений раннего полиозоя и очень частично местами заполненные демонскими континентальными отложениями. в этой зоне она построена как бы более хаотично, если можно так выразиться, по сравнению с западной зоной и северной, крайне северной зоной, потому что здесь скопление пород вот этих пород океанического дна, затем оставшихся фрагментов вулканических дуг, от которых в общем остались только комплексы осадочные, а следов самой дуги чисто тектонического плана мы не находим. И, кроме того, по всему этому фрагменту Казахстана разбросаны кусочки более мелкие Казахстана киргизского микроконтинента, которые были отчленены рифтингом и плавали здесь в то время как тут существовал океан. То есть, если в западной зоне это были крупные массивы, выделяющиеся тут, то тут это отдельные блоки с корой самой древней, то есть архея и позднего протерозоя. Окончательно все это спаялось вместе в такой коллаж, который сформировался в середине среднего дэвона. Это поздняя калидонская складчатость, которая на территории Казахстана носит название тельбесской фазы. Надо сказать, что поскольку Казахстан изучался еще в советские годы, здесь велась съемка очень детальная, очень качественно выполненная, но давали названия свои, чисто региональные, и они в общем так укрепились, и те исследователи, которые занимаются изучением Казахстана до сих пор, они в общем называют все эти складчатости именно такими названиями. Таким образом, если предшествующая западная зона Калидонит сформировалась в таконскую фазу складчатости на рубеже Ордовика и Силура, то восточная зона сформировалась позже. Отдельные ее блоки присоединились к западной зоне в конце Силура, и это будет уже складчатость классическая Калидонская. А вот более поздняя складчатость, которая присоединила самые южные блоки Чингистер-Богатайской зоны в середине среднего Девона, это уже Тельбесская фаза складчатости. По периферии все эти структурные элементы окамляются Девонским вулканическим поясом. Мы когда говорили с вами о тектоническом районировании Казахстана, мы Девонский вулканический пояс упоминали. Это очень важная структура. Она имела очень большое значение при реконструкции строения Казахстана и истории его геологического развития. Кроме того, там проводились очень детальные исследования состава пород. Именно состав пород, кроме тектонического положения этого вулканического пояса, его сравнение с окраинно-континентальными поясами современности позволили дать ему и присвоить соответствующее тектоническое положение, соответствующую тектоническую характеристику, что это Девонский окраинно-континентальный вулканический пояс. Он действительно расположен вдоль края Каледонит, причем как все магматические пояса делятся. Мы когда с вами рассматривали формации, характерные для определенных тектонических обстановок, мы говорили о внешней зоне и о фронтальной зоне. Так вот, внешняя континентальная зона, которая собственно как бы наложилась на структуру каледонит Казахстана, она представлена базальтами, андези-базальтами, андезитами, доцитами, ну и туфами этих пород. Надо сказать, что все это, как вы видите, породы основного и среднего состава. Выше них лежат уже более кислые породы, это игнембриты и реолитовые туфы. Все это прорывается вулканоплатонической толщей кислого состава. Это традиционная последовательность формирования магматических пород, характерная для краевых вулканических поясов. А где мы с вами знаем краевые вулканические пояса? Это американская окраина Тихого океана, причем наиболее типичным ее выражением являются анды, располагающиеся вдоль структуры южноамериканской платформы и выходящие своими тыловыми частями, наиболее молодыми к структуре Тихого океана. По составу все эти породы имеют с ними большое сходство. А вот внутренняя прибрежно-морская часть, которая была тесно связана с заливом Палеоазиатского океана, на коре которого сформировалась уже герцинская складчатая зона, носит название внутренней зоны Девонского вулканического пояса. Она представлена лавами, туфами и вулканогенно-осадочными породами, более основного состава. Выражена она хуже, там он не имеет такой протяженности, как вдоль внешней зоны, и распадается местами на отдельные участки, а местами, как я уже говорила, его вообще не видно. в развитии этого пояса выделяют три стадии. Первая стадия — это стадия, которая носит название ранней, это начало раннего Девона. При этом вулканизм как бы имеет преимущественно средний или основной состав с так называемой гомодромной последовательностью. Что такое гомодромная последовательность? Это такой термин был введен известным исследователем, который занимался геохимией магматических пород Забарицким давно уже, как вы видите, в середине 40-х годов, это такой ход магматической деятельности, при котором состав вулканитов меняется от более основных к более кислым. И тут же пояснение к слову «игнембрит», с которым мы с вами сталкиваемся очень часто, отчего это слово произошло, и что собственные «игнембриты» нам помогают раскусить. Что мы можем понять? Игнембриты – это такие специфические обломочные горные породы, обладающие признаками лав, содержат в себе одновременно эпирокластический материал, и в нем присутствуют всякие частицы вулканического стекла, обломки пемзы. Самое главное для нас, что распространены они вулканических поясах древних активных континентальных окраин и современных активных континентальных окраин. И из этого мы можем делать вывод о том, как построена и как формировалась та или иная тектоническая структура. Вот в данном случае присутствие вулканизма преимущественно с гомодромной последовательностью, о которой мы только что говорили, вулканизма затем сменяющего основной состав с вулканитами кислого состава с игнембритами, говорит нам о том, что это уже структура, имеющая более зрелую континентальную кору. И поздний Девон, это вернее средний, поздняя часть среднего Девон, это вулканизм умеренно-щелочных контрастных серий, который также характерен уже для рифтовых падин континентальной коры. То есть мы с вами движемся постепенно от внутри континентальных участков этого пояса к подводным участкам его, погруженным подводы лежащего к югу морского бассейна. Ну вот здесь вы видите несколько разрезов, которые проведены через Девонский вулканический пояс. Вот озеро Балхаш, вот калейдониды, так схематично как бы изображенные, которые как бы окружают Балхаш и включенные в него Балхаш и Лийскую зону к северу от озера. И вот это вот разрезы, проведенные через структуры калейдонид и окольмляющие его окраинный Девонский вулканический пояс. Но очень хорошо видно, что наибольшая мощность она как бы по мере движения перехода от суши к морскому бассейну. Затем это могут быть в зависимости от того, мы сталкиваемся со структурой океанического, то есть бассейна приподнятой или погруженной, может быть уменьшение мощностей и далее мощности уже меньшие. Мы говорили, что чем дальше мы двигаемся от суши, тем мощность этих отложений становится все менее и менее большая. И то же самое мы видим на других разрезах, то есть на суше мощность небольшая, в краевых участках, граничащих с морским бассейном, она наибольшая, и затем она снова уменьшается. при этом мы видим, что количество вулканитов и их соотношение с осадочными породами наибольшим является в нижних и средних участках этих толщ, а наверху это уже преимущественно осадочные породы. То же самое во всех трех разрезах, особенно это хорошо видно на разрезе Д и Е, который граничит с восточной зоной, тут вообще практически вся нижняя часть это только сплошные вулканиты, в средней части это тоже большая часть разреза вулканиты, и только вышележащие толщи сложены уже осадочными породами. Здесь вы видите рисунок, как собственно выглядит и какую нагрузку несет на себе дубонский вулканический пояс. Вы видите, что его контуры в общем-то везде значительно меняются. наиболее он широк в самой южной окраине Каледонит, в ее центре, и в юго-западной части. Несколько сужается он в юго-западной окраине, и совсем плохо представлен он на территории южной части Чингистер-Багадин. Катайской зоны, здесь он наиболее узкий, поскольку это еще относительно молодая зона, и развитие ее находилось под большим влиянием лежащей к западу от нее герцинской складчатой зоны Балхаш-Илийской части этой территории. Кроме вот этого очень важного, очень интересного, такого просто классического, можно сказать, ископаемого вулканического пояса, на территории западного Казахстана присутствует большое количество уже упоминавшихся нами, некоторое, так скажем, количество, но довольно крупных внутриконтинентальных впадин. Это тенисская и джисказганская впадина. Должна вас предупредить, что вот это слово тенисская зона, тенисская впадина по-разному произносится, по-разному пишется, я даже не знаю, с чем это связано, потому что в одной и той же статье вы можете встретить название тенисская зона, сырысу-тенисский водораздел, тенисская впадина или тенгизская впадина, сырысу-тенгизский водораздел и так далее. Поэтому либо так, либо так можете их называть, это не будет ошибкой. Значит, тенисская и джисказганская впадины, которые имеют такую широкую валютсообразную форму, как вы видите, на поверхности в них лежат очень молодые неогеновые и полиогеновые отложения, но по краям мы видим, что на поверхность выходят породы каменоугольных отложений. То же самое касается и джисказганской впадины, правда, здесь это видно несколько хуже, потому что здесь разломная зона, разделяющая джисказган от сырысу-тенгизской зоны. Вот мы сейчас увидим, что и эта зона собой представляет. Они выполнены отложениями позднего полиозоя, после того, как завершилась складчатость, причем сначала это еще остатки морских обстановок, карбонатные породы, а далее это в основном континентальные толщи уже среднего позднего карбона и перми. Вы видите, что и мезокайнозойские отложения там присутствуют. Они связаны с процессами вторичного орогенеза, который Казахстан коснулся, правда, в меньшей степени, чем Урала и еще в меньшей степени, чем Тяньшаня. А вот джисказганская впазина выполнена отложениями девона раннего карбона, которые представляют собой отложения соленосные, потому что это была впазина, отделенная от участков, где были бы какие-то возможности формирования морских отложений, разломной зоной, связанной с поднятием СРСУ Тенгизской зоны голубовых складок. А в карбоне среднем и позднем там формируются медистые песчаники. Зона голубовых складок СРСУ-Тенгизского или Тенгизского водораздела сформировалась в результате давления на территорию калейдонита Казахстана Девонского складчатого пояса и представляет собой такую как бы зону клавиш рояля формирования как вы видите каменноугольных разделяющих их Девонских впадин или выходов магматических пород. Но во всяком случае это вот такие длинные как бы анти- и синф формы которые сформировались в результате сжатия практически со всех сторон. Ну вот на этом мы с вами а еще карагандинская впадина она очень важна почему потому что эта впадина очень небольшая но это очень давно разрабатываемый угольный бассейн она как вы видите имеет длину 300 километров а ширина у нее совсем небольшая всего 60 километров поэтому на карте на геологической мы сейчас ее посмотрим она совсем незначительная вот там еще в среднем и раннем карбоне в самом его начале формировались карбонатные глинисто-кремнистые отложения пока там еще существовали фрагменты морского бассейна а уже в лагунных обстановках в раннем карбоне там накопилось мощное параллическое угленосное толще это 5-милометровый разрез очень качественных углей которые давно начали разрабатываться и разрабатываются до настоящего времени так сейчас я вам покажу каргандинскую впадину вот она она сверху она выполнена палеозойскими отложениями а сверху на ней еще лежат отложения юры ну и здесь вот вы видите тенгизскую и джесказганскую впадину о которых мы с вами говорили раньше таким образом мы с вами закончили историю формирования структур которые мы относим к ледонским структурам области Казахстана сейчас мы переходим уже к герцинской части лекции то есть к балхаш-илийской складчатой области Казахстана она в настоящее время как мы уже с вами на карте видели представляет собой как бы такой овал заключенный внутрь опоясывающий ее со всех сторон структуры калейдонит Казахстана она окружена калейдонитами со всех сторон только на юге выходит джунгарский срединный массив который собственно является структурой входящей в ее состав в средней части находится другой массив балхашский он по геофизике очень хорошо угадывается но вообще сейчас там находится впадина выполненная достаточно мощным осадочным чехлом включая молодые кайнозызские отложения что характерно для этой зоны это зона герцинская при этом складчатость в ней происходила последовательно как бы сменяя структуры с севера на юг то что называют центростремительно то есть к центру складчатость омоложена на севере там где структуры сообщаются с девонским вулканическим поясом целая серия структуры испытала тельбесскую складчатость а более южных районах ранне герцинскую или саурскую фазу и фазу более древнюю которая относит то есть более молодую которая относится уже к рубежу карбона и перми и относится к поздней герцинской складчатости ну здесь вот вы опять видите геологическую карту Казахстана и видите девонский вулканический пояс который отсекает структуру Балхаш-Илийской области от структур лежащих к северу и западу от нее ну и к востоку Чингис на юге лежит северо-тяньшанская область которая тесно связана в своем развитии с калейдонидами Казахстана но который мы будем рассматривать уже на следующей лекции Надо сказать что в тех местах где герциниды сочленяются с калейдонидами располагается так называемая спасская зона смятия потому что когда герциниды присоединялись к структурам калейдонид они естественно в процессе столкновения минали лежащей к северу породы поэтому вот эта так называемая спасская зона она представляет собой такое чередование антиклинориев и синклинориев узких разделяющих их это такие антиклинории как спасский вот цифра 29 тектурмасский атосуйский и разделяющие их прогибы и здесь видите фрагменты демонского вулканического пояса здесь же в пределах этой зоны располагаются структуры древних массивов которые как бы надвинуты на эту территорию со стороны калейдонской зоны Казахстана на юге это структуры северо-балхашской зоны и структуры джунгарского Алатау все это структурные элементы имеющие очень сложное строение заложились они на океанической коре залива палеоазиатского океана ну залив это был или окраинное море но во всяком случае фрагмент его был отделен от основной части палеоазиатского океана и размер его видимо не были очень значительными в зоне северо-западных структур которые прилежат калейдонидам присутствуют в основном кембрийско-ордовикские отложения с мощными толщами базальтов в тектурмассском антикленуре который мы только что с вами видели на карте присутствуют афиолиты ордовик более молодой поздний ордовик ранний девон это уже флишевые отложения и тельберская складчатость которая в общем произошла в одно время со структурами которые лежат в калейдонской зоне Казахстана малассы выполняют межгорные впазины и позднее там формируются карбонаты и тиригенные отложения это складчатость захватила только самые-самые северные участки вот этой вот Балхашилийской зоны вся остальная складчатость это структуры которые пережили формирование континентальной коры на рубеже раннего и среднего карбона это раннегерцинская складчатость или как ее здесь называют саурской вот здесь вы видите северо-западную часть которая отделена от юго-восточной балхашилийским вулканическим поясом вы видите он такой более менее протяженный чем девонский но зато такой вот он как бы маленький но местами толстенький он состоит из пологих вулканно-тектонических впазин которые выполнены средне-позднее каменоугольными и пермскими вулканитами это и гнембриты и гранитоиды и коль скоро это и гнембриты и гранитоиды значит это тоже окраина тектонический вулканический пояс то есть природа его повторяет природу тывонского вулканического пояса и завершается его формирование внедрением излияниями и пепловыми породами и гнембритов и разнообразным внедрением интрузий гранитоидов такого разного состава структура выступа джунгарского Алатао представляет собой чередование синклинориев и антиклинориев там присутствуют центральные южно-дунгарские антиклинории джунгарские бартолинские синклинории но это характерно для складчатых структур и надо сказать что перекрыто все это довольно значительно чехлом совсем молодых отложений если говорить о том что как формировалась эта зона то ее формирование в принципе напоминает формирование калейдонских структур Казахстана однако территория была несколько меньшей по объему и поэтому пояса сами по своей протяженности они тоже меньше здесь проявились разные фазы складчатости но если посмотреть на Казахстан в целом то мы можем сказать что складчатости были такие самая ранняя это была таконская складчатость так ее здесь пока и называют которая завершилась поздней Мордовики и сформировала северную и западную части казахстанской структуры затем следует тельбесская складчатость это рубеж среднего дэвона но более точно ее привязывают к середине Живецкого века затем следует Саурская складчатость которая идентична раннегерцинской или судетской складчатости сформировавшей все горно-складчатые сооружения Западной Европы за исключением альпийского пояса и последняя это Саякская складчатость которая в общем отвечает уральской фазе это границы Карбона и Перми Вот такова собственно история формирования структур Казахстана Но прежде чем закончить лекцию мы должны еще поговорить о том какие впадины формировались на этой структуре и затем все-таки почему же эта структура имеет такую неожиданную для горно-складчатого пояса мозаичную мозаичное строение Ну мезокайнозойский комплекс как вы видите он по площади то в общем нельзя сказать что очень мал но не имеет в общем большого значения на территории Казахстана все-таки это в основном выступы складчатого основания на поверхность но это заполнение сформировавшихся еще в Каледонскую фазу впадин Тенгизской и Джисказганской это формирование юрских отложений на территории Карагандинской впадины и Кайнозойская генерация впадин она принадлежит впадинам лежащим уже в пределах Балхашилийской зоны там они наиболее мощные это впадины Балхашская Алакольская и тем не менее как мы говорили и Тенгизская и Джисказганская и разделяющая Тяньшань и Казахстан Чуйская впадины ими тоже выполнены формирование этих впадин безусловно связано с формированием горно-складчатого альпийского сооружения потому что активация и рост Тяньшаньского горно-складчатого сооружения палеозойского который был очень существенно эродирован к мезозою и к началу Кайнозоя а сейчас это высочайшие горы вот это внедрение Индостана его удар в территорию Лавразии он вызвал такое как бы сказать оживление вторичного горообразования мы говорили с вами о том что это очень характерная черта Урала-монгольского складчатого пояса и хотя может быть не в такой мере как для Тяньшани но для Казахстана это было типично именно поэтому такие довольно солидные мощности молодых неоген четвертичных отложений мы имеем в составе довольно поздних Тенгизской и Джисказганской впадин теперь рассмотрим последовательность как все формировалось западная и северо-западная части современной структуры Казахского Нагорья формировались на раздробленной коре материка Казахстания так конская складчатость далее континентальную кору формирует Чингистер-Богатайская зона она представляет собой афиолитовые породы афиолитовой ассоциации и калаш терейнов серпентинитовый милаш миланш турбидиты это очень сложно построенная зона местами она складывается как бы в такое последовательное чередование антиклинориев и синклинориев очень узких вытянутых естественно они не были такими при первоначальном формировании кроме того это более хаотично развальцованные породы в пределах Чингистер-Богатайской зоны все это завершилось внедрением интрузивов гранитных и складчатостью в конце селура а кроме того складчатостью в середине Девона Затем следует формирование Девонского окраинно-континентального вулканического пояса Затем мы рассматриваем Балхаш-Илийскую зону сформировавшуюся в результате герцинских фаз складчатости на океанической коре залива Палеоазиатского океана и затем Балхаш-Илийский вулканический пояс который сформировался на протяжении тоже двух фаз герцинского орогенеза между ранним и средним карбоном и между поздним карбоном и пермию Что здесь непонятно Казалось бы когда мы с вами рассматривали все эти структуры то такая вот хаотичная какая-то мозаика непонятно как все это формировалось на первый взгляд и непонятно как вот такая структура имеющая такую форму ну как бы овала вдруг представляет собой калаш различных складчатых поясов которые по идее должны иметь форму такую как как имеет главный как имеет горно-складчатые сооружения Урала северные южные дуги Цяньшаня и другие горно-складчатые сооружения для того чтобы представить себе как это было нам надо взять за южный участок Казахстана за его хвост одной рукой и другой рукой за Чингистор-Богатайскую зону и развернуть его вот так и тогда у вас все пояса выстроятся в одну линию у вас будет Калидонский пояс с Ордовикским вулканизмом мы говорили о вулканитах Ордовика по его структуре и продолжающей его структуры поздних Калидонит которые как бы присоединились к нему позднее затем будет окраинно-континентальный Девонский вулканический пояс Затем будут ранние герцениды и окремляющие его вулканический пояс и затем поздние герцениды то есть если распрямить Казахстан и выстроить все эти системы вытянуть их вдоль то это будет типичные складчатые пояса сменяющие друг друга по возрасту Такую форму Казахстан приобрел в результате столкновения различных блоков континентальной коры во время коллизии происходящей в Пермское время во время закрытия Палеоазиатского океана Ну вот наверное на этом я сегодня хотела бы закончить субтитры субтитры